Друзья, всем привет, с вами Александр Никулин. Накануне мой дремель запыхтел, задрожал и в итоге перестал держать оборот. Сперва подумал, что забился пылью, хотя такого никогда не было. Диагноз был поставлен после вскрытия пациента, и это был не аппендикс, а щетки. Да все бы ничего, а щеток нет. Щеток нет ни дома, ни в интернет-магазине, но после долгих поисков кое-как заказал, и будут они через 2-3 недели. Пока искал замену, посмотрел много видеообзоров, как в этом чудо-оборудовании можно заменить щетки от другого или чем заменить. Но ничего не нашел, потому как щетки оказались хитрые, с нашлепкой в виде заклепки, к которой крепится пружина, давящая на щетку и на ротор. В общем, в своих загашниках нашел какие-то щетки. В размерах они явно превышали и выглядели внушительнее, чем ротор моего дремеля. И после долгих раздумий и прикидывания, отчего эти щетки, понял, что оборудование, которому принадлежит эти щетки, давно сдохло или еще где-то работает. Но делать нечего, решил все-таки переделать их в дремельские щетки. Процесс оказался нехитрый, но довольно-таки грязный. И после распила мое лицо было похоже на шахтера-проходчика после вахты. Распиливать пришлось с помощью гравера и насадки для металла, которая очень, кстати, оказалась тонкой. Чтобы облегчить себе распил, пытался зажать уголь в тиски, но побоялся, что он раскрошится и решил это сделать на руках. После этого нехитрого процесса подгонять под нужный размер уголь лучше на обычной наждачной бумаге. Угольная щетка оказалась в виде прямоугольника и замер штангелем показал более широкую сторону 5,32, а узкую 4,73. Высоту угольной щетки пришлось подгонять методом тыка, потому как не знал первоначальные размеры. Для тех, кто решится повторить этот процесс, советую еще снять фаску по углам щетки, чтобы углы не мешали свободному выхождению в щеткодержателе. И это важно. На угольной щетке выпуклость. Назову его пружинодержатель. Сперва я хотел его не делать, а сделать отверстие в виде небольшой ложбины, но не решился. Слишком хрупкий уголь может треснуть и неизвестно, как поведет себя угольная щетка с таким новшеством. И поэтому с помощью гравера и насадки с алмазным напылением пришлось приступить к процессу вытачивания держателя под пружину, предварительно разметив середину. Процесс этой обточки лучше начать с углов, постепенно перемещаясь к середине, округляя форму. А так как уголь очень мягкий, лучше сильно не нажимать, а медленно придавать форму круга. И когда будет достигнут нужный размер держателя, накрутить пружину на него, как гайку на болт. Торец угольной щетки в конце этого мероприятия решил немного закруглить и подогнать под окружность соприкасации. При установке угольной щетки в щеткодержатель советую проверить пружину. Она не должна очень сильно смыкаться и давить на щетку. Необходимо сделать небольшой люфт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова После сборки не пугайтесь перевычным нестабильным оборотом. Необходимо дать дремлю немного поработать на малых оборотах, желательно под нагрузкой, не перегревая, для притирки щеток. Ну что друзья, надеюсь это видео окажется для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте активировать колокольчик. Всем хорошего настроения. С вами был Александр Никулин. Субтитры сделал DimaTorzok